Всем привет дорогие зрители канала. Турция является признанным лидером в строительном мире. Проекты, которые она реализует, отличаются качеством, быстротой исполнения и при этом невысокой стоимостью. На сегодняшний день турками ведутся грандиозные стройки в более чем 100 странах мира, а также не менее грандиозные в своей стране. Садитесь поудобнее и в этом ролике мы поговорим о пяти стройках, которыми Турция может удивить весь мир. Большой Стамбульский тоннель. Это строящийся многоцелевой, автомобильный и железнодорожный подводный тоннель под проливом Босфор в Стамбуле. Завершение проекта ожидалось в 2020 году, но потом его перенесли на 2023. Тоннель длиной 6,5 километров и диаметром 18,8 метров будет состоять из трех уровней. Два уровня предназначены для дорожного движения, а один будет использоваться железнодорожной системой страны. Кроме того, 9 железнодорожных линий городского метро будут ходить по этому тоннелю. Тоннель будет пролегать на глубине 110 метров под уровнем моря и интегрировать скоростные магистрали между тремя основными аэропортами города. Предполагается, что Стамбульский тоннель будет иметь суточный пассажиропоток до 6,5 миллионов человек, а также его будут ежедневно использовать до 120 тысяч единиц автотранспорта. Благодаря строительству Большого Стамбульского тоннеля, три существующих моста через Босфор, мост Мучеников 15 июля, мост Султана Мехмета Фатиха и мост Султана Селима Явуза соединятся прямым маршрутом, а время в пути из одного района Стамбула в другой сократится с 40 до 14 минут. Стоимость проекта составит 3,5 миллиарда долларов США. Международный аэропорт Стамбул. Международный аэропорт в районе Арнавуткёй, на территории европейской части Стамбула в Турции, находится на расстоянии 35 километрах от центра города. Открыт 29 октября 2018 года. Планируется, что аэропорт станет самым большим в мире и будет способен обслуживать около 150 миллионов пассажиров ежегодно, а максимальный пассажировоток составит до 200 миллионов пассажиров в 2035 году и будет обслуживать более 350 направлений. Площадь 1 миллион 300 тысяч метров квадратных. Первый рейс был совершен в Анкару, после в Измир и Баку. Все этапы строительства аэропорта будут завершены к 2023 году, а в первые месяцы гавань работала с частичной загрузкой и в основном занималась обслуживанием внутренних рейсов. Примерная сумма инвестиций в первый этап проекта 26 миллиардов долларов. После завершения всех этапов строительства Стамбул будет иметь 6 взлетно-посадочных полос, стоянку на 500 самолетов, а также открытую и закрытую парковку на 70 тысяч автомобилей. Также он сможет обслуживать до 45 взлетов и посадок одновременно. С 2020 года аэропорт обслуживает многие рейсы иностранных компаний, среди которых российский аэрофлот, белорусская Белавия и украинская международная авиалиния Украины. Подвесной мост Чаннакале, 1915, который в наши дни находится в стадии строительства. Расположен на северо-восточном конце пролива Дарданеллы, между полуостровом Галлиполи в Афракии и полуостровом Бига в Анатолии. Мост будет иметь общую длину 3869 метров. Его башни будут сооружаться в воде. Виадуки на Анатолийской стороне будет 650 метров, а на Фракийской – 900 метров длины. Расположенный примерно в 200 километрах от Стамбула, он будет самым длинным подвесным мостом в мире. По длине главного пролета – 2023 метра, что превосходит предыдущий рекорд в 1991 метр. Начало строительства моста прошло 18 марта 2017 года. Его строят турецкие и жнокорейские фирмы. Сметная стоимость строительства – 2,8 миллиарда долларов США. Открытие моста запланировано на 2023 год. В подвесном мосту Чаннакале, 1915, некоторые цифры имеют определенный смысл. Так, название 1915 и дата 18 марта «Старт работа» связаны с Османской военно-бросской победой 18 марта 1915 года во время Дарденельской операции. Длина главного пролета моста – 2023 метра и ожидаемая дата открытия – 2023 год, относится к столетию Турецкой республики в 2023 году. Стамбульский канал Искусственный судоходный канал, строящийся в Турции, который соединит Черное море с мраморным. Канал пересечет европейскую часть Стамбула и таким образом сформирует остров между Азией и Европой. По предварительным данным, проект должен быть закончен к 100-летнему юбилею со дня основания Турецкой республики в 2023 году. Однако позже сроки выполнения отложились до 2027 года. Официальное строительство начато 26 июня 2021 года. Тогда начали возводить мост из шести запланированных через будущий канал. Основной целью проекта заявлено сокращение морского трафика через Босфор и сведение к минимуму рисков и опасностей, связанных в том числе с нефтяными танкерами. Из 56 тысяч судов, ежегодно проходящих через пролив Босфор, 10 тысяч танкеры, перевозящие 145 миллионов тонн сырой нефти. Если планы по строительству будут реализованы, то судоходство в Босфоре будет сокращено или прекращено совсем. Согласно проекту, канал протяжностью около 50 километров соединит Мраморное море с Черным. Его глубина составит 25 метров, а ширина 150 метров. Стоимость проекта оценивается в 13 миллиардов долларов. Проект будет финансироваться полностью за счет внутренних источников. По предварительным расчетам, пропускная способность нового канала составит 150-160 судов в день. Телебашня Чамлыджа. Самое высокое сооружение в Стамбуле и новый символ города. Высота 369 метров, а вместе с холмом Кючук-Калмыджа 587 метров. Из общей высоты 369 метров железобетонная конструкция составляет 203,5 метра, а остальные 165,5 метров приходится на стальную антенну. Стоимость строительства 122 миллиона долларов. Общая площадь строения и прилегающей территории 10 тысяч метров квадратных. Жилая площадь 2400 квадратных метров. Строительство телебашни началось в 2016 году, а открыли ее 29 мая 2021 года в 568 годовщину завоевания Константинополя. Своим футуристическим видом она сразу стала современным украшением. Башня Чамлыджа после завершения строительства стала одним из самых популярных туристических объектов, привлекая путешественников с мотровыми площадками, находящихся на высоте 148 и 153 метра, а также роскошными ресторанами, расположенными в 175 и 180 метрах над землей. В телебашне функционируют просторные панорамные лифты, размещаемые по обеим сторонам здания. Из этих лифтов открываются потрясающие пейзажи города. Благодаря углу обзоров 180 градусов можно полюбоваться бескрайним мраморным побережьем, проливом Босфор и рассмотреть величественные достопримечательности. Смотровые площадки для посетителей оборудованы на 33 и 34 этажах. На 39 и 40 уровнях открыт шикарный ресторан. Помимо туристической локации в башне находятся различные офисные оповещения, магазины, кафе. Подземные ярусы предполагаются использовать для организации различных тематических выставок, а также для формирования крупного библиотечного фонда. С вами была Планета Интересного. Если вам понравилось это видео, то знаете что делать. Лайк, подписка, комментарий. Если вам интересна история, то обязательно зайдите на мой исторический канал, ссылка в описании. Там я также выкладываю полезные и увлекательные ролики. Спасибо за внимание и до новых встреч. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok